Бороться с пьющими людьми в Неницком округе решено на верхах. Региональные депутаты провели слушание, посвященное проблеме алкоголизации населения. Поводом для их проведения послужили итоги рейтинга проекта «Трезвая Россия», опубликованного в конце прошлого года. Наш регион вошел в тройку самых пьющих субъектов страны. Бьют тревогу и стражи правопорядка. Увеличилось число пьяных преступлений, в том числе убийств, краш и побоев. Между первой и второй перерывчик небольшой. Давайте перейдем ко второму месту. На втором месте расположился Неницкий автономный округ. Совсем немного Неницкому автономному округу не хватило до победы. Ничего, представители Неницкого автономного округа уже отмечают второе место и вот-вот догонят лидера. В конце прошлого года российский федеральный проект «Трезвая Россия» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» обнародовали национальный рейтинг трезвости. Рейтинг самых трезвых и нетрезвых субъектов страны. Именно в категорию самых пьющих попал и наш регион. В расчет брали статистические данные о людях, страдающих алкогольной зависимостью. Информацию о пациентах с наличием психозов на почве алкоголизма. Объем реализации спиртного. Кстати, в Неницком округе на каждого жителя в пересчете на абсолютный алкоголь, включая женщин и детей, приходится более 8 литров. По данным официальной статистики, большим спросом у наших земляков пользуются слабоалкогольные напитки. 15% от всего купленного алкоголя приходится на вина и слабоалкогольные напитки, а вот 62% – на пиво. Так, в 2010 году пенного напитка в нашем округе было приобретено 134,5 тысячи декалитров. То в прошлом эта цифра составила более 192 декалитров. В то время как употребление беленькой и ликеров упало. Но несмотря на то, что потребление горячительных напитков сократилось, количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, растет. По данным правоохранительных органов, в прошлом году эта цифра увеличилась почти на 33%. Растет, кроме этого, и доля преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии. Если раньше это совершалось примерно каждое третье преступление, то сейчас, по итогам 2015 года, почти 42% совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Ежегодно фиксируются и случаи нелегальной продажи горячительных напитков. За минувший год стражи правопорядка пресекли продажу 15 тысяч литров алкоголя. Появились и первые смертельные случаи. За эти три месяца три человека в округе умерло от отравления суррогатами алкоголя. Один из них в окружной больнице, двое на месте. По словам председателя окружного союза потребительских обществ и депутата окружного собрания Натальи Кордаковой, нелегальный алкоголь завозится в регион огромными партиями. О фактах реализации алкоголя без лицензии наши руководители информируют постоянно. Продают местные жители спирт, самогон, прочую алкогольную продукцию. Причем очень много дают в долг. Затем забирают во время получения пенсии пособий иногда в полном объеме. Поэтому строгие ограничения, вводимые в округе на продажу горячительных напитков, не всегда действенны. Ведь при желании можно купить из-под полы. Поэтому для борьбы с алкоголизацией население борьбу необходимо вести уже с детства. По результатам мини-исследования, проведенного парламентарием Даниилом Исполиновым, многие дети во взрослой жизни повторяют модель поведения родителей. Вот приведу фактически дословно ряд таких наиболее типичных ответов. Беру пример со старшего поколения. Они видят, что взрослым весело после алкоголя, хотят такого же веселья. Вот понравился вообще откровенный ответ. Мой отец после работы всегда берет себе на вечер пиво. По пятницам приходит домой пьяный. Он меня гонял, когда я в школе подтягивал пивко. Почему ему можно пить, а мне нельзя, он так мне не ответил. Руководствуясь такими принципами, многие подростки впервые пробуют алкоголь примерно в 14-15 лет, а то и раньше. Чтобы предупредить алкоголизацию подрастающего поколения, ведется работа с родителями и детьми. Кстати, такая работа по ранней профилактике не раз озвучивалась на депутатских слушаниях. Также предлагалось сократить время продажи горячительного в повеселительных заведениях региона. По статистике, больше всего противоправных действий совершается посетителями кафе и баров после часа ночи, а также усилить работу по лечению от зависимости.